Супер вращение, структуры в форме букв, симметричные полосы в полпланеты, ураганы с двумя глазами. Так, спокойно. Каждый видел в небе этот яркий объект. Венеру, вторую по яркости в ночном небе после Луны, отлично видно даже из центра засвеченного города. Из-за ее яркости, и из-за того, что она может быть в небе в том месте, где ее за какое-то время до этого не было, некоторые даже принимают ее за НЛО. Но вот смотрим мы на эту яркую белую точку в вечернем или утреннем небе, и в этот самый момент там происходит столько всего странного. Наверняка многие из вас не раз слышали такое сравнение, дескать, Венера — это злой двойник Земли. Из-за схожести двух планет в размерах, из-за того, что у них, вероятно, было похожее прошлое, однако сейчас условия на Венере разительно отличаются от земных. О ключевых отличиях уже тоже говорили тысячу раз. И о необычном вращении, и о средней температуре в 460 градусов Цельсия, и о плотной атмосфере, почти на 97%, состоящей из углекислого газа, чудовищном атмосферном давлении в 92 раза выше земного, и об облаках из серной кислоты. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить о некоторых необычных чертах Венеры, о которых говорят реже, и не просто их перечислить, а поговорить об их возможной природе. Если бы мы сейчас наблюдали Венеру с орбиты, с борта космического корабля своими глазами, то мы бы увидели примерно это. Не очень-то впечатляющее зрелище. Планета затянута очень плотной и непрозрачной для видимого света атмосферой, и из-за мощного парникового эффекта это самая горячая планета в Солнечной системе. Жарче даже, чем Меркурий, который гораздо ближе к Солнцу. Чтобы получить больше информации, изучить недоступные в видимом диапазоне структуры, планету также исследуют в инфракрасном диапазоне, в ультрафиолетовом, ну а радарные исследования вообще позволяют заглянуть под атмосферу и увидеть поверхность планеты. Атмосфера вообще сыграла важнейшую роль в эволюции планеты, и странности, о которых мы сегодня поговорим, в основном связаны именно с ней. Ну а я Андрей, и вы на канале Космос Просто. Хм, а ведь сейчас есть платформа для мини-спутников Кубсад. Интересно, сколько стоит запустить свой такой спутник? Воу. Нет, это, конечно, гораздо реалистичнее, чем миллионы долларов для обычных спутников, но, похоже, надо начинать откладывать. Или можно сделать по-другому. Этот выпуск выходит при поддержке Альфа-банка. Он сейчас отказался от дорогих рекламных компаний, и вместо этого они запустили классную программу, в которой не банк зарабатывает на вас, а наоборот, вы можете заработать на банке до 100 тысяч рублей и даже больше. Для этого нужно по моей ссылке заказать бесплатную дебетовую Альфа-карту, и за первую покупку по ней банк начислит вам 500 рублей. У карты до 2% кэшбэка за все покупки и до 5% на остаток. А карту привезут куда вам удобно. А если вы уже являетесь клиентом Альфа-банка, ссылка уже в вашем приложении на главном экране, и вы можете приглашать друзей. Если друг по вашей ссылке закажет карту, и вы, и друг получите по 500 рублей, причем можно отправить ее хоть 10, хоть сотни друзей. Плюс раз в месяц банк выбирает одного победителя, и ему, и другу начисляют по 100 тысяч рублей. Проект идет уже 2 месяца, и за это время клиентам раздали десятки миллионов рублей. Переходите по моей ссылке в описании, чтобы узнать подробности и получить деньги. Почему планеты и многие другие тела Солнечной системы, во-первых, находятся приблизительно в одной плоскости, а во-вторых, движутся и вращаются в основном в одном направлении? Потому что все они образовались в одном протопланетном диске, который сам вращался в определенном направлении. Однако, если мы посмотрим сюда, мы сразу заметим пару отщепенцев. Во-первых, Уран немного приуныл и вращается на боку. Ну и, конечно, Венера, которая вообще вращается вокруг оси в обратном направлении, и тут странности не заканчиваются. День на Венере, то есть время, за которое она совершает один оборот вокруг оси, равен 243 земным дням. А год — это всего 224 земных дня, то есть один день на Венере длится дольше одного года. Солнце восходит не на востоке, а на западе, очень медленно восходит. Правда, из-за такой облачности восходом все равно нормально не полюбоваться. Точно неизвестно, что привело к такому необычному вращению планеты, но есть несколько гипотез. Изначально она должна была вращаться в том же направлении, что и другие планеты, а к такому вращению могло привести столкновение с гигантским телом. По другой версии, она не вращается в обратную сторону. Ну, то есть мы видим, что она вращается в обратную, но не потому, что изменилось направление вращения. Подобно тому, как ось Урана наклонена более чем на 90 градусов, Венера может быть наклонена на 180 градусов. То есть, грубо говоря, она вращается в том же направлении, что и изначально, но вверх ногами. Согласно моделям, это могло произойти из-за разных факторов. Приливное влияние Солнца на плотную атмосферу планеты, трение между мантией и корой и так далее. А еще, учитывая приливные эффекты Солнца, а также других планет, планета могла в прошлом постепенно замедлить вращение, остановиться, а затем начать вращаться в обратном направлении. Кстати, с необычным вращением Венеры может быть связана еще одна интересная черта — отсутствие спутников. Возможно, у Венеры раньше была, по крайней мере, одна крупная Луна, и она постепенно удалялась от планеты, как это сейчас делает наша Луна. Однако после того, как Венера начала вращаться в обратную сторону, Луна, наоборот, по спирали начала медленно приближаться и, в конце концов, была разрушена. Еще одна версия — это близость как Венеры, так и Меркурия к Солнцу. Звезда приливными силами может дестабилизировать орбиты спутников этих двух планет, и они не задерживаются надолго. Но помните, я упомянул супервращение? Так вот, это касается не самой планеты, а ее атмосферы. Итак, сама планета вращается очень медленно, но вот атмосфера... Вообще, у поверхности скорость ветра очень низкая. Это мы знаем, например, благодаря советским аппаратам Венера-13 и 14. Это аппарат на поверхности в представлении художника. А вот это уже реальные фотографии, но аппараты не только делали снимки поверхности, но еще успели произвести измерения, пока не вышли из строя в условиях такого высокого давления и температуры. По данным аппаратов Венера, ученые рассчитали, что скорость ветра у поверхности находится в пределах всего 1-2 км в час. Однако при очень плотной атмосфере этого достаточно, чтобы поднимать пыли и даже двигать небольшие камни. Если бы нам как-то удалось постоять на поверхности Венеры без скафандра, ну, если бы мы закрыли глаза на все остальные факторы, мы бы почувствовали давление, близкое к тому, что мы испытали бы в океане на Земле на глубине 1 км. Иногда вообще говорят, что ветры у поверхности Венеры ведут себя скорее не как привычные нам ветры, а как океанические течения. Зато вот выше история совсем другая. Верхняя атмосфера совершает оборот всего за 4 дня, что в 60 раз быстрее вращения самой планеты. Скорость ветра достигает 400 км в час, а на некоторых высотах даже больше. Вот что такое супервращение и это проблема. Атмосфера не тормозит из-за трения. По некоторым наблюдениям она даже увеличивает скорость. Должен существовать какой-то механизм, который поддерживает это быстрое вращение и каким-то образом переносит угловой момент. С момента открытия супервращения в 60-х природа этого явления оставалась загадкой. Но вот совсем недавно в этом году вышло исследование, которое предлагает объяснение этой странности Венеры. Ранее предполагалось несколько механизмов. Турбулентность в атмосфере, атмосферные волны, а также атмосферные приливы, вызванные Солнцем. Ученые, изучая снимки японского аппарата Акацуки в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне, отследили облака и рассчитали скорости ветра. Они изучили вклад различных эффектов и пришли к выводу, что основной механизм — это именно термальные приливы. Солнце нагревает атмосферу, из-за чего возникают вариации в атмосферном давлении. Контраст в нагреве между дневной и ночной стороной запускает в атмосфере огромные волны, которые и поддерживают супервращение. Еще в атмосфере Венеры виднеется буква Y, также известная как Y. Это необычная структура планетарного масштаба, известная уже более 50 лет. Вот она видна на этом снимке аппарата Маринер-10 — темная буква Y. Она наблюдается в ультрафиолетовом диапазоне и покрывает почти всю планету. После открытия считалось, что это просто группа облаков. Но оказалось, что она движется как единая структура и со скоростью, отличающейся от окружающей ее среды. Состоит структура из по-прежнему неизвестного соединения, которое поглощает ультрафиолетовое излучение, поэтому она и выглядит темнее в ультрафиолете. Эту черту долгое время не могли объяснить, и не удавалось создать моделей, которые бы воспроизводили такую структуру. Однако несколько лет назад ученым это удалось, и об этом вышла статья в журнале Geophysical Research Letters. Вероятно, дело в атмосферной волне на экваторе Венеры. И у экватора, и в средних широтах ветер дует более-менее с одной скоростью. Однако по мере удаления от экватора меняется и скорость ветра, что приводит к постепенному искажению волны и появлению такой формы. Также играет роль и высота. Эта черта видна лишь в узком диапазоне высот в слое примерно 8 километров толщиной. Естественно, я сейчас очень упрощаю. Ссылка на полное исследование, как всегда, будет в описании. Но это не единственная такая необычная черта. Совсем недавно, в прошлом году, на снимках аппарата Акацуки были обнаружены вот такие симметричные полосы. Они образуются ближе к поверхности, в облаках из серной кислоты. В ширину эти полосы сотни километров, а в длину достигают 10 тысяч. В данном случае, правда, не пришлось ждать десятки лет, чтобы найти объяснение этим необычным чертам. Ученые использовали специально созданную программу Офес Винес для крупномасштабных симуляций атмосферы Венеры на суперкомпьютере. Им удалось воспроизвести эти симметричные черты в симуляции. Слева мы видим изображение аппарата Акацуки, а справа модель. Имея не только модель, но еще и высококачественные наблюдения с орбиты, ученые проанализировали данные и пришли к выводу, что образование этих структур связано с полярными струйными течениями и волнами Росби. С ними же, кстати, связывают образование шестиугольника на Сатурне, о чем я делал отдельное видео. От экватора в обе стороны до определенных широт из-за крупномасштабных потоков в атмосфере и вращения планеты возникают воронки циклонов и антициклонов. А далее на них влияют полярные струйные течения. Они, кстати, есть и на Земле. Это такие узкие потоки воздуха, перемещающиеся с более высокой скоростью. И возникают они из-за разницы температур и давления в полярных и прилегающих к ним областях и с вращением планеты. Так вот, под воздействием таких течений воронки как бы наклоняются и растягиваются в двух полушариях. И это приводит к образованию таких симметричных полос. Симметричные полосы, букву Y. А как насчет улыбки? Ну ладно, я вот об этом. Вот она улыбочка. Ну, на самом деле, вот правильная ориентация. И это огромная дуга длиной в 10 тысяч километров. Она может возникать и сохранять структуру несколько дней в турбулентной атмосфере и оставаться на месте, несмотря на супервращение всей атмосферы. Основываясь на наблюдениях и на симуляциях, ученые считают, что эта дуга – результат гравитационной волны. Нет, не этих гравитационных волн, а других. Речь о волнах в атмосфере. Какие-то проблемы с названиями? Они бывают и на Земле и возникают, например, из-за взаимодействия атмосферы с рельефом. Эта дуга появляется не в случайном месте, а над регионом, который называется Земля Афродиты. И это крупный горный хребет в 4,5 километра высотой. Так что, судя по всему, волна генерируется при взаимодействии атмосферы с горным хребтом и поднимается наверх. А еще буквально несколько недель назад вышло новое исследование, в котором рассказывается об обнаружении еще одной необычной черты. С помощью все того же аппарата Акацуки, а также исследования архивных данных за последние 30 лет. Ученые обнаружили своеобразную стену из облаков серной кислоты длиной в несколько тысяч километров. Похоже, она существует по крайней мере с 1983 года. Правда, пока точно не ясны причины формирования этой стены. Ну а что с двойными вихрями? Полярные вихри или ячейки существуют и на Земле. На Венере они могут быть двойными. О наличии двойного урагана на Северном полюсе планетой было известно еще с 1979 года. Он был обнаружен аппаратом НАСА «Пионер Венера». Это изображение двойной бури в представлении художника. Точно неизвестно, как они формируются, особенно двойные. Но в целом механизм, скорее всего, связан с экваториальным теплым воздухом, который движется к полюсам, где он остывает, и по спирали опускается вглубь атмосферы и образует воронку. До 2006 года не было ясно, есть ли такая двойная буря на Южном полюсе. И вот когда к Венере прибыл аппарат Венера-экспресс, он подтвердил ее наличие. Вот изображение южного полушария в инфракрасном диапазоне, и мы видим полярный шторм. Двойную природу шторма легче разглядеть на этих инфракрасных изображениях в искусственных цветах. А это уже анимация из этих изображений. Но больше всего меня впечатлила следующая анимация. Это мозаика из изображений в инфракрасном и видимом диапазоне. Здесь уже намного четче видно двойной шторм и структуру, напоминающую латинскую S, которую он образует. После обнаружения двойного шторма на Южном полюсе ученых ждал еще один сюрприз. Учитывая, что на Северном полюсе похожая структура наблюдалась еще в 1979 году, а на Южном была обнаружена сразу после прибытия аппарата Венера-экспресс, было сделано предположение, что это стабильные структуры, которые существуют очень долго. Однако, когда ученые продолжили наблюдение, они увидели, как структура меняется. А на более поздних изображениях двойная воронка стала одинарной. Видимо, не такая уж эта структура и стабильная. А обнаружение сразу по прибытию было просто совпадением. Вот так. Когда наблюдаешь Венеру своими глазами, и еще знаешь, сколько всего интересного там происходит, сразу начинаешь воспринимать такое простое наблюдение по-другому. Это, конечно, далеко не все, и даже только об одной планете можно говорить еще очень долго. Я решил, что для разнообразия надо сосредоточиться не только на космологии, на огромных масштабах и на чем-то далеком, но и на более близких объектах, которые мы можем наблюдать и изучать непосредственно. Ну, а если вам понравился этот ролик, вы знаете, как меня можно поддержать. Ставьте лайк и оставляйте комментарии, чтобы это видео активнее рекомендовалось Ютубом и его увидело больше людей. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! А как насчет улыбки?